Валерий Карбалевич, белорусский политолог с нами. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий, здравствуйте. Первый вопрос. Насколько вообще реален этот план нового нападения РФ на Луцк на Ровно с учетом, с попыткой перерезать поставки оружия с Запада? Все-таки уже не февраль. И украинская армия однозначно более боеготовна, укреплена и готова к любому нападению. Валерий, здравствуйте. Новое сухопутное наступление с территории Беларуси на Украину, будь то на Луцк, будь то на Ровно, будь то на Киев. Пока вот для меня, например, важно заявление секретаря Совета Безопасности Украины Данилова вчера о том, что Украина не видит пока непосредственной опасности нападения на Украину с территорией Беларуси. Пока сюда прибывают мобилизованные военнослужащие России. Здесь они проходят тренировки, обучение. Да, техника прибывает. Но пока все это не формируется в некие наступательные подразделения. И пока реальных признаков атаки на Украину с территорией Беларуси ни я не вижу, ни военные эксперты не видят. Валерий, ну действительно ли российские военные, которые находятся там на территории Беларуси, возле границ Украины, они действительно в некоторых случаях одевают форму, экипировку белорусской армии? Как вы считаете, если это действительно так? То есть это просто им, как говорится, помощь экипировкой белорусской формы? Или готовится что-то нечто большее, вроде бы даже в том числе там какой-нибудь атаки под чужим флагом, что называется, чтобы косвенно втянуть таким образом Беларусь в эту войну? Я бы с большой осторожностью относился к этой информации, потому что других подтверждений того, что российские военнослужащие одевают форму белорусской армии, я не видел. Белорусский Гаюн сообщает о прибытии позавчера в Минск российских генералов. В тот же день Лукашенко собрал совещание с силовиками, военными. Российских генералов там не было, но могут ли эти два события быть как-то связаны, по вашему мнению, и как? Ну, в ходе войны все одно с другим связано. То, что российские генералы сюда пребывают, ну, здесь находятся российские войска, российские военнослужащие. Они тренируются, они обучаются, они перемещаются, и, ну, для этого надо, чтобы ими кто-то руководил. Вот. Вот пока других версий, ну, я не вижу. Что касается очередного совещания Лукашенко с силовым блоком, с министром обороны и с другими руководителями вооруженных сил Беларуси. Ну, эти совещания проходят регулярно, постоянно, и, собственно говоря, риторика на этих совещаниях тоже примерно похожа. Она идет по одному сценарию. Лукашенко все время говорит, что на Беларусь собираются напасть. Напасть со стороны Польши, со стороны Литвы, со стороны НАТО. Наращивают группировки, вот-вот нападут. То же самое происходит с территорией Украины. Дескать, российские войска, украинские войска, простите, собираются напасть на территорию Беларуси. Вот. Поэтому должны быть все бдительные, должна быть вот такая ситуация в осажденной крепости. Ну, и, кроме того, вот угроза со стороны Запада, ну, она очень важна в том смысле, что можно России это продать для того, чтобы Россия не подталкивала белорусские вооруженные силы к какому-то участию в войне в Украине. Дескать, белорусская армия защищает Россию Запада, защищает Россию от угрозы натовских орд, поэтому не требуйте, чтобы мы участвовали в войне в Украине, мы заняты вот этим делом. Ну, и, кроме того, все эти мероприятия и российских вооруженных сил, и белорусских, они призваны для того, чтобы часть украинских вооруженных сил была придвинута к белорусской границе, чтобы, возможно, было некую угрозу предотвратить. И тем самым они не могут быть использованы там, на Донбассе, на линии фронта. Это тоже косвенная помощь России. Да, вот вы как раз сказали о том, что одной из целей это содержание там российских войск, это вот отвлечение внимания и украинских вооруженных сил именно на свою северную границу, но ведь таким образом Россия и часть своих войск тоже вынуждена держать там, соответственно, ну, насколько равноценен такой вот, ну, обмен, я не знаю, обмен фигурами, может быть, как если шахматный термин сказать, и кому он более выгоден, потому что, ну, тут все, как говорится, вынуждены держать там силы. И, соответственно, насколько это вообще, ну, скажем так, адекватный размин, скажем так. Ну, тут надо серьезный анализ человека, хорошо понимающего структуру и боеспособность российских вооруженных сил. Я так со стороны хотел бы сказать, что те военнослужащие России, которые прибыли сюда, они не очень-то боеспособные части, это вновь мобилизованные, это гражданские люди. Вот, и поэтому серьезные угрозы, я не думаю, что они сейчас представляют, только, может быть, психологическую. Все-таки основные боеспособные подразделения военные России находятся не в Беларуси, а там, на Донбассе, на территориях уже оккупированных Россией. Поэтому я не думаю, что есть какой-то тут размен большой в плане того, что они находятся тут в Беларуси. Вот есть информация, что Россия вчера вывела из Беларуси все три свои носителя ракетки «Нжал МИГ-31К». О чем это может свидетельствовать? Ну, я не стал бы сейчас реагировать и комментировать сейчас каждый шаг, каждое движение российских военных. Они то вводят, то выводят, перемещают. Возможно, в этом есть какой-то действительно военный смысл с точки зрения российского командования. А, возможно, просто какие-то дезинформационные шаги с тем, чтобы ввести в заблуждение украинскую армию. Тут разные версии могут быть. Вот еще одно сообщение от белорусских ГАЮН. Сообщается, что 30 ноября с военного полигона Обус-Лесновский в Барановичском районе, прихватив автомат Калашникова, сбежало трое военнослужащих Российской Федерации. Их разыскивают, причем местные жители даже видели патрули, которые усиленно искали кого-то. Вообще, если обобщать вот эту ситуацию, какое отношение у белорусов к российской армии, которая уже многие месяцы фактически дислоцируется на территории Беларуси, да еще и вот в таких случаях, вот просто когда российские военные сбегают куда-то с оружием. Возможно, тут вот, не знаю, с каком местном, но вспомнить вот эту ситуацию, которая около 7 лет назад произошла в Армении, когда в Гюмри сбежавший российский солдат с автоматом расстрелял семью в Армении. Вот, ну, понятно, будем надеяться, что, конечно, таких последствий не будет в данном случае, но, тем не менее, факт остается фактом. Вооруженные российские солдаты вот где-то сбежали с автоматом, они, значит, где-то там находятся. Как вообще в Беларуси относятся вот к такому нахождению российского контингента, который там уже все время? В Беларуси сейчас очень сложно проводить социологические опросы, чтобы можно было действительно реально оценить отношение белорусов к российским военнослужащим. Но те косвенные опросы, которые проводятся с помощью онлайн-опроса, телефонного опроса, показывают, что, в общем-то, с небольшим перевесом большинство белорусов против нахождения здесь российских военнослужащих. И самая главная проблема, что ведь это все происходит на фоне войны в Украине. Если бы этой войны не было, я думаю, что отношение к нахождению тут российских военных было бы более положительное. Но поскольку идет война, то понятно, что Россия может всянуть Беларусь в эту войну. А вот по этому поводу в белорусском обществе практически существует консенсус. Абсолютное большинство белорусов не хотело бы участия в Беларуси, полноценного участия, участия вооруженными силами. В этой войне для белорусов это чужая война. И в этом принципиальное отличие белорусского общества от российского, где эту войну большинство поддерживает. Валерий, с наступлением морозов, насколько может ситуация на фронте измениться? И с какой, с чьей стороны стоит ожидать более активных действий? Ну, я могу только предполагать, что к зиме более готова украинская армия. Насколько можно понимать, Россия, начиная войну, не собиралась здесь долго задерживаться, аж до самой зимы. И поэтому не думаю, что они полностью, полноценно готовы к войне в зимних условиях, причем с таким большим количеством военнослужащих, которые сейчас появились у России после мобилизации. Поэтому, на мой взгляд, что здесь преимущество скорее у украинских военнослужащих, украинской армии. Валерий, ну и в заключении еще, если мы уже заговорили о фронте, вот мы знаем, насколько сейчас довольно острая ситуация на бахмутском направлении, и очень похоже, что Россия, все-таки российская армия, любой ценой решила все-таки взять бахмут, при этом, не считаясь ни с какими потерями, при этом украинская армия держит оборону, отчаянно обороняется. Насколько вообще целесообразно Российской Федерации вот эта вот поставленная цель, о которой она уже недели бьется, вот именно на вот этом участке, насколько вообще очень важен для российской армии бахмут? Это очень важно с точки зрения политической, психологической, потому что Россия потерпела на войне два серьезных поражения на Харковском направлении, на Керсонском направлении, что вызвало, скажем так, негативную реакцию политизированной публики, особенно шовинистической российской публики. И поэтому Кремлю очень нужно сейчас какое-то событие, которое можно выдать, продать обществу за победу. И взятие бахмута, наверное, вот как раз тот подарок, который, возможно, Путин хочет поднести российскому народу к Новому году или, не знаю, к Дню Советской Армии 23 февраля. Тут можно по-разному интерпретировать. Но действительно нужна какая-то чисто в психологическом, моральном плане, некая победа. И именно такой победой Путин хочет сделать бахмут. Спасибо, Валерий. Валерий Карбалевич, белорусский политолог. Мы обсуждали с ним ситуацию на фронте, ну а также затронули в большей мере вопрос, уже постоянно поднимаемый нами в наших эфирах, о том, нападет ли Беларусь совместно с российскими войсками на Украину. Спасибо вам.